Друзья, всем привет! Сегодня у нас 15 мая 2023 года и очень интересное интервью с вице-спикером израильского парламента. Жень, тебя уже сделали вице-спикером в очередной раз? В июне этот вопрос решится, я надеюсь, по крайней мере. Короче, наш человек в израильском парламенте, это День Депутат Кнессета, от партии Наш Дом Израиль, Евгений Сова, собственной персоной. С Женей мы сделали очень хороший разговор, интервью. Я тогда забегал в Кнессет, как раз, ну так пробегал мимо, называется, набреющим. Столкнулись с Женей, вот и поговорили. Ну, а теперь тема, которая, наверное, многих интересует. Вообще, что происходит? Откуда эти ракеты? Почему вдруг такая напряженность? Не преддверие или это какой-то большой новой войны? Чего можно ждать на Ближнем Востоке? И с Евгением мы решили поговорить обо всем об этом конкретно и откровенно. Итак, давай начнем с вещей совершенно конкретных. Я на днях был в Израиле, иду по улице, спешу навстречу к друзьям, вдруг слышу бам-бам, какие-то взрывы реальные. Думаю, так, приплыли, прикольно. А что народ не бежит в бомбоубережье? Нет, народ делает селфи на фоне всех этих хлопков там. Смотри, ой, еще сбили, ой, еще сбили. То есть доверие к системе Железный Купол абсолютное. Я думаю, что не так интересно обсуждать достоинства системы Железный Купол, как разобраться, а что, собственно, происходит, с чего это произошло и чего ждать дальше. Давай начнем с этого. В 2005 году Израиль полностью вышел из сектора газа. Это было огромное потрясение для Израиля. Программа, так называемая, программа размежевания, которую инициировала, кстати, партия Ликут. То есть это не левая оппозиция, которая пришла и сказала, мы должны все отдать арабам, мы должны уйти и так далее. И вот Израиль выходит без какого-либо соглашения. Естественно, для палестинцев это большая победа. Они все там стоят на разрушенных поселениях. То есть Израиль не оставил им дома, не оставил им эту плодородные фермы и так далее. Было полностью все разрушено. Очень много слез, плач, куча поселенцев, которые лишились не только крова, но и лишились возможности зарабатывать деньги. Часть из них потом получили компенсации. Некоторые не хотели специально получать компенсации, так как считали, что это плохой признак того, что ты отказываешься от твоей земли. И вот знаменитые эти кадры в 2005 году, конец 2005 года, когда палестинцы стоят на развалинах этих еврейских поселений и угрожают ракетами в сторону Израиля. То есть если до выхода из газа уже были ракеты, но они там были минометные снаряды, какие-то такие кустарные косаны, то начиная с 2005 года Хамас, то есть Хамас через два года захватил власть, то есть сентябре 2007-го и полностью подчинил себе контроль над всем сектором газа. И вот с 2007 года мы находимся в этой проблеме. И собственно я подвожу уже к главному. Почему у нас периодически возникают такие конфликты? Почему он начался последний виток? Потому что умер в израильской тюрьме, там долгое время сидел палестинский заключенный, который ассоциировал себя с исламским джихадом. Он объявил голодовку. И вот после 60 дней голодовки он скончался в тюрьме. Никто его ничего плохого не делал, сидит в тюрьме человек за террористическую деятельность, в тюрьме, в израильской тюрьме. А исламский джихад посчитал, что если он сам объявил голодовку, он сам умер. А исламский джихад решил обстрелять ракетами Израиль. Обстрелял ракетами Израиль. Выпало, это как осадки. Обстреляно было более 100 ракет. В конце концов Израиль принял решение. 9 мая в 2 часа ночи начали операцию. За несколько минут было уничтожено сразу три командира. То есть северное крыло, основной командир военно-исламского джихада и южного крыла. Они оказались в шоке. И тут я подхожу наверняка к следующей теме. Ты сейчас спросишь, а как так, что там было? Но то, что мы знаем, что для них это стало большой неожиданностью. То есть они думали, ну начнем опять же там стрелять, там по дюнам, туда-сюда. А тут армия предоставила такой более четкий план. И это было важно сделать именно, когда был готов тыл. То есть предупредить службу тыла, предупредить непосредственно руководство местных советов, чтобы дети в 8 утра не пошли в школу. Если в 2 ночи Израиль наносит удар и уничтожает трех высокопоставленных командиров исламского джихада, и вот это самое интересное, это было 9 мая, то на следующее утро 9 мая не было реакции. То есть ночью уничтожили, а реакции нет. Такого никогда не было. А почему? О, теперь возникает вопрос, почему. Есть несколько версий на этот счет. Я не буду говорить, какая из версий, скажем так, обладает непосредственно военная разведка Израиля, но есть несколько версий на этот счет, а ты уже дальше сам догадывайся. Одна из версий, что они оказались в глубоком шоке, все-таки тебе снимают верхушку, а те, которые отдают приказ, не способны взять тут же на себя командование. И тут возникает вторая версия, которая еще одна из нескольких версий, что в эти часы, находясь в шоке, исламский джихад пытался заручиться поддержкой Хамаса. То есть он хотел понять, вступит ли Хамас в противостояние с Израилем после такого удара ниже пояса с точки зрения исламского джихада. А Хамас не вступил. По Хамасу, что, какое дело? Жень, давай с самого начала. Я привык рассуждать с точки зрения денег всегда. Кто за что платит, тот то и получает. Кто финансирует Хамас? Ну, начнем с того, что в отличие от исламского джихада, Хамас не финансируется полностью Ираном. То есть какую-то помощь Хамас получает. Но опять же, это из-за того, что он ведет борьбу с Израилем. Часть денег – это просто торговля, это налоги. То есть Хамас собирает налоги с населения сектора газа. Плюс часть денег палестинская автономия возвращает, которые должны идти в качестве возврата налогов от Израиля, которые Израиль платит палестинской автономии. Эти части денег все-таки поступают туда. Часть, например, затрат палестинской автономии покрывает за счет электричества и так далее. Но все-таки главный спонсор Хамаса сегодня – это Катар. Жень, скажи, ну а выход-то какой? Вот давай сейчас уйдем. Правые, левые. Есть ситуация простая. Есть каналы финансирования терроризма. Кстати, интересно, весь мир борется с финансированием терроризма и не дает бизнесу нормальному работать. При этом мы видим реальное финансирование терроризма, которое прекрасно работает, и никто его в жизни не остановит. Так вот, выход-то какой? То есть пока за терроризм платят, Израиль может максимум это ликвидировать одних командиров, на их место будут приходить другие. Получается, что это игра, которая вечная. Ну и как в этой ситуации жить? Я разговаривал с людьми из Дерота. Вот подъехал тут в Ашкелон, нужно было там пообщаться по делам. Со мной встретился человек, он живет в Сдероте. Сдерот – это город, ну для тех, кто просто не в курсе, прямо у сектора газа. Три километра, три километра по прямой от газа. Да. Люди проводят огромное время в бомбоубежищах в своей жизни. Ну то есть жизнь невозможная. Израиль не может фактически защитить своих граждан. То есть, ну а какой выход-то? Что делать? Потому что это бессмысленная постоянная борьба. И выход только один – прекратить финансирование. Но если ты прекратишь финансирование, тут же непонятно, деньги на войну или на администрацию. На содержание светофоров или там на горюче-смазочные вещества или на ракеты. Получается это бессмысленный круг. Так что же делать? Тем более Израиль сам переводит деньги палестинцам. Так, ну ты же понимаешь, прекратятся деньги, прекратятся все это делать. Но прекратятся деньги, деньги, они будут вообще отрезаны от всего, у них выхода не будет. Есть еще один вариант. Залите их деньгами и сказать, так, ребят, вот вам выгодно так жить. Извини, что я так самая, но залите их деньгами и сказать, ребят, вот вам нормальная жизнь. И тогда не будет этого, не будет нормальной жизни. Но проблема в том, что они эти деньги тоже используют на ракеты и на все прочее. Жень, где выход? У нас есть главный дестабилизатор обстановки, это Иран. Иран государство, которое богатое государство, то есть оно главный дестабилизатор обстановки не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке, а кто-то даже скажет и в мире. Это все происходит, это все происходит из-за какого-то, ну, нам понятного, да, желания Ирана быть региональным таким гегемоном, да, то есть страной, которая контролирует ситуацию, от действий которых зависит ситуация на Ближнем Востоке минимум, а в мире максимум. Второй момент, и тут уже мы подходим, собственно, к идеологии. Да, есть спор за территорию, то есть Израиль и палестинцы, неразрешимый спор за территорию. Можно тут мечтать и говорить, что рано или поздно у нас будет какое-то совместное будущее, появится у них поколение, руководство, которое захочет жить с нами в мире, появятся у нас тут люди, которые дадут им шанс, уже давали неоднократно им шанс, уже давали этот шанс. Что у нас в итоге-то будет? Будет война, потому что вот все то, что ты же не рассказываешь, по сути своей, если ты хочешь жить спокойно, ты должен уничтожить то, что создает напряжение. Напряжение создают те, кто платит гигантские совершенно деньги на финансирование терроризма. Ты не можешь остановить это финансирование, значит, ты должен предотвратить этого. Получается, что война между Израилем и Ираном неизбежна. Так ли? Она уже ведется, об этом говорили тоже в прошлом нашем разговоре. Она ведется, она ведется на территории Сирии, она ведется, опять же, ссылаясь на разные средства массовой информации, не обо всем мы тоже можем говорить. Она ведется, она ведется очень плотно и пока мы не видим конца этой войны, потому что, как я уже сказал, Иран это единственная страна в мире, которая желает заполучить ядерное оружие и единственная страна в мире, которая не скрывает свое желание стереться со земли Израиль. Поэтому нужно относиться серьезно к этим предостережениям. Если Иран говорит, что мы хотим уничтожить Израиль, надо верить Ирану. Поэтому, да, борьба будет продолжаться еще долго. Но борьба с финансированием террора это отдельная песня. Я думаю, что здесь Израиль как раз, да, может усилить деятельность и привлечь к этому не только собственные силы, но и международные силы. Потому что, если мы сейчас смотрим о том, что, например, Саудовская Аравия сближается с Ираном, например, то возникает вопрос, а для чего вы сближаетесь с Ираном? То есть почему? Потому что что? Потому что вы не получили что-то от США или от Израиля? Или же вы считаете, что вам нужно сейчас забыть все, что делал Иран в отношении саудовцев на протяжении почти 10 лет последних и начать сближаться и давать таким образом легитимацию? Все, что есть, оно уже было. 50-е годы. Мы помним колоссальный терроризм. Мы помним, как 505-й, по-моему, отряд, если не ошибаюсь, под командованием Арика Шарона, в помощи тогда молодого Шарона, они проникали как раз до Виордании, то есть основные базы. А, Федаюна называлась. Федаюна их называли, да? Да, да, да. Федаюны, группы такие, которые действовали, они действовали против Федаюнов, то есть против таких отдельных террористов, которые находились там на границах. Да, и они периодически, нет, минуту, так вот самое интересное другое. Значит, они периодически вот устраивали все то, что сейчас вот Фауда делает, все четко повторяется. И заранее, так сказать, предотвращали теракты, но реально закончить террористическую деятельность смогли не они. Реально смог Хусейн, который просто организовал «Черный сентябрь», который танками передавил все свои эти самые лагеря. Они тогда в ужасе, ты помнишь, убегали, они стояли на границе, умоляя Израиль пустить их. И фактически Иордания после этого перестала быть очагом терроризма. В принципе, как класс. То есть граница с Иорданией была относительно спокойная, а сегодня совсем спокойная. То есть мы понимаем, что реально таблицу успеха могут только наши, ну, как бы визави. То есть тогда, когда сами арабы скажут... Я понимаю этот вопрос даже. Я понимаю. Ну смотри, у нас была в 2002 году была Израилем проведена операция «Защитная стена». Да, «Defensive Shield» называлась она. Ее, кстати, один из авторов этой стратегии этой операции, это бывший командир 91-й дивизии Галирш. Галирш, такая знаменитая фигура, он по названию этой операции основал компанию, то есть «Защитная стена», которая до войны России в Грузии в 2008 году он предоставлял консалтинговые услуги грузинской армии. Вот многие даже потом связывали, мол, типа, что Израиль слишком там потерял в Грузии, там долго была история. Вот так вот операция «Защитная стена», почему я вспомнил про эту операцию? Потому что она была операция доскональная, которую многие хотят повторить в Газе. Ну, ты знаешь, многие просто не понимают, что это такое, не понимают, что Газа – это плотность населения там в несколько раз выше, чем на Западном берегу, что у нас в Газе, ну, очень сложно будет найти, например, скажем, там население, которое готово помогать там, да, или там, например, выдавливать вот эти ячейки террора из своих каких-то там районов, потому что Газ – это весь один сплошной большой район, густо заселенный, там, как я уже сказал. Да нет, погибнет много, я даже считаю, сот солдат. Не только солдат, погибнет много гражданского населения. И тем более гражданского населения. Да, и мы вернемся к тому, что мы и так имеем до начала операции, что, в принципе, кто-то останется там жить, и кто-то будет здесь в Израиле, и в конечном итоге у нас будет еще несколько сотен семей, переживших, потерявших своих близких, которые добавятся к общему списку на ежегодной церемонии памяти павших солдат. И мы ни к чему хорошему не прийдем. Вот. Или же у нас мы берем на себя вот эту роль шерифа. Опять же, есть такие в Израиле, предлагают это сделать. Я говорю сейчас про право крайне правых, которые говорят, мы должны вернуть контроль над Газой, включая строительство поселений. И мы должны взять на себя, это говорят правые некоторые, да, ультраправые, взять на себя ответственность за детей палестинских в Газе, за образование, за медицину, за предоставление работы. Зачем, спрашивают, зачем? А иначе это логово, оно будет расти, расти, расти. Но, понимаешь, одни впадают в одну крайность, а другие в другую крайность. И в итоге нету конструктивного диалога, как это говорят в политике. Жень, и последний вопрос, который очень многих людей, которые смотрят наши передачи, волнует. Не секрет, что пропаганда по всему миру показывает кадры убитых детей, убитых израильскими ракетами, убитых родителей. Все это действительно ужасно смотреть. Это кошмар. Правда. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что эти бандиты, которые обстреливают Израиль, они ставят свои ракеты, свои пусковые установки на крыше больниц, домов гражданских и так далее, прикрываясь людьми. И получается, что лесорубетщепки летят. Я знаю, что израильтяне, прежде чем ударить по базам террористов, они оповещают, они что-то делают, чтобы снизить потери среди гражданских, но тем не менее. Есть ли какие-то варианты находить действительно вот это? Потому что идет ведь еще и очень серьезная идеологическая борьба. Израильтяне страшные, кошмарные, агрессоры. Хотя они просто-напросто с другой стороны защищаются. И если бы не было системы железной куполы, мы представляем, что бы представляло себя Израиль сегодня после вот такого вот 500 ракет на страну. Это кошмар. Так вот, какой выход? И можно ли что-то сделать, чтобы карались исключительно те, кого надо покарать? Я могу тебе показать фотографии обстрелов, когда у израильских граждан или у израильских солдат во время войны, извини за выражение, кишки наружу. Но мы же не будем эти кадры транслировать и показывать. Посмотрите, какой Израиль бедный. Посмотрите, какие удары нанесли. Потому что мы уважаем достоинства наших граждан. И поэтому мы никогда так не будем делать. И это тоже минус определенный. То есть с этим тоже нужно как-то смириться. И поэтому мы не будем... Да, мы показываем, мы стараемся показывать кадры детей в бомбоубежищах. Мы показываем кадры... Вот погибла женщина в Риховоте. Ее сейчас там показывают тоже, как что ей было 80 лет, она была пожилая. То есть можно на этом играть. Но цель это не вызвать сожаления. Это не вызвать сожаления у жителя Копенгагена, Брюсселя или Дубаи. И сказать, ой, да, нам жалко этих и жалко этих. Цель израильской пропаганды, основная цель, это донести правдивую информацию. То есть если... Вот ты сейчас правильно сказал. Ты сказал, что если палестинские группировки ставят установки ракетные среди жилых домов, значит задача... Израильской пропаганды, это донести максимально быстро и максимально эффективно, чтобы это увидели максимально большее количество людей. Потому что чтобы не сказали, а, вы сделали фотошоп, вы поставили сейчас... То есть вот это цель работы. И когда эта работа эффективна, тогда жители, жители, например, той же Европы, потому что нам-то важно прежде всего общественное мнение в странах Запада, то есть в тех странах, которые могут как-то давить на нас. Жень, мне абсолютно не важно, что думает средний житель Тегерана о том, что Израиль нанес удар по газе. Это не важно. Житель Тегерана накачан пропагандой против Израиля и так. А вот важно бороться за те страны, которые завтра могут, например, закрыть кран для финансирования, например, той же газа, например. Или сказать, а мы не будем передавать вам деньги, потому что эти деньги идут на строительство ракетных установок, которыми вы потом стреляете город Сдерот или южные города. Идет борьба за общественное мнение западных стран, которые поддерживают палестинцев. То есть они дают им часть денег, финансируют. Палестинцы потом бегают к ним и просят помощи. Они бегут в Гагу, в этот международный суд, трибунал. Они там бегут, плачут у американцев. То есть вот там идет война. Жень, подводя итог нашему разговору, получается, что все то, что происходит, вот эти хлопки в небе, вот это вот забрасывание террористов, это все пока существует Иран, пока существуют спонсоры, оно вечное. Потому что люди, которые живут, давай откровенно говорить, в нищете, готовы за 3000 долларов пойти и на убийства, пойти и на что угодно, понимая, что их поддержат, их все ему поддержат. И ислоки всего это в деньгах. Безусловно, финансирование террора это одна из проблем, побороть которую нужно и можно, а обрезав террор от его финансирования, террор сам по себе не существует. Тема бездонная, бесконечная. Друзья, надеюсь, вам было интересно. И мы разговаривали с реальным политиком, человеком, который участвует в политической жизни Израиля каждый день, Евгений Саволь, который был в прошлом созыве Кносет вице-спикером и, скорее всего, будет также член партии «Наш Дом Израиль». Ну и, соответственно, человеком, который все знает и многое знает про израильскую политику. Спасибо. Спасибо тебе. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова